Всем привет. Раннюю сегодня утро. Я поехала за пуском. У меня вообще просто настроение выстопится, поэтому сейчас быстренько с вами ее заберем, потом приеду домой, буду открывать. Я, конечно, вообще, какого я там заказала, вы будете в шоке. Короче, друзья, я больше не заказываю книги. Какие-то налоги просто безбожные, стоимостью в треть посылки. Ладно, это уже у меня не первый раз, я просто больше. Я никого смысла заказывать книги не вижу. Либо это делать на своих скидках, и я вроде экономлю, а по факту получается, что я ничего не сэкономила, понимаете? То есть я сначала радуюсь, что я сэкономила денег, а по итогу я заплатила как будто без акций, без скидок. Так что едем домой на распаковку. Что ж, теперь будем радоваться тому, что есть книги у меня, так что. Вот, собственно, смотрите. 56 евро. Это сумма моего заказа. И налог я заплатила 15.4. 19 евро. Друзья, приступаем к распаковке. Ну, короче говоря, как вы поняли, не очень все выгодно это мне получается. И в следующий раз, просто если я буду вдруг заказывать еще, просто нужно понимать, что та скидка, с которой я заказываю книжки сюда, она обернется против меня, и мне просто эту разницу придется заплатить здесь. И все. У нас новый закон еще вступил, что теперь все личные посылки подлежат у нас налогу, какую бы стоимость они за собой не несли. Так что, друзья, это одна из последних, конечно, распаковок. А впереди еще три. Ну, просто это последний. Вообще, с 1 января этот закон вступает. Почему с меня сегодня взяли такие деньги, я не знаю. Просто непонятно для меня. Так, у меня пока дочка спит. У меня есть чуть-чуть времени, потому что она что-то не очень крепко спит. В любую секунду я могу прерваться, но когда вернусь к вам, бог его знает. Так, все, открыла, друзья. Ну что ж, начну с самой, наверное, шокирующей для вас книги, как и для меня. Объясню почему. Посмотрите, какие красотки. Какие они все большие у меня почти. Короче, друзья, я в своем книжном клубе читала несколько месяцев назад книгу фэнтези с драконами. Я была от нее в шоке, потому что я не ожидала, что она мне так может понравиться. И, друзья, сенсация, сенсация и шок. Я прочитала первую часть, я не знаю, почему, я решила заказать вторую. Какая это лютая красота. Я решила сэкономить, заказала себе просто черный срез, а не разрисованный. Но в любом случае, вот даже ценничка есть, 20 евро книжка стоит. В любом случае, это чертова красота. Друзья, кажется, я открываю для себя новый мир. Сейчас еще читаем с подругой вампирское фэнтези. Вот так вот, сюрприз, да? Если мне еще и вампиры зайдут, друзья, все, это будет просто люто. Так, дочка просыпается, я сейчас отбегу, но вернусь. Так, я так быстро не набегаюсь, поэтому прям будет супер быстрая распаковка. В общем, первая часть, четвертое крыло, я была просто в супер диком восторге. Это вторая часть, железное пламя. Буду распаковывать для какого-нибудь шортика, наверное. Прям хочется что-то снять. Вот, не знаю, я хочу ее прочитать в скором времени, причем тоже в книжном клубе. Кто хочет присоединиться, мы уже договорились, что будем читать вторую часть тоже вместе. Я надеюсь, что мне также она понравится, тем более, говорят, что она даже получше, поддинамичнее. В общем, посмотрим. Это очень серьезный для меня эксперимент, который, надеюсь, уничтожается успехом. Так, давайте сразу вытащим. Здесь у меня детская книжечка «Фабрика снов». Ну, такая хорошенькая. Хорошенькая. Ой, сейчас, секундочку. Быстро вам ее тоже пролистаю. Хорошая рисовка. Все как обычно. «Феникс Премьер» – наше любимое издательство. Следующая книга. Ой, мне тут положили, посмотрите, как обычно, закладочку. А это что? Мне в подарок положили магниты и закладки впервые. Какая красота, котики. Ой. Отмечу обязательно их магазин. «Мишель Бюсси». Собственно, тоже все очень мне советовали именно с черных кувшинок начинать с ним знакомство. У меня есть одна книга, его здесь. Я не читала еще «Бюсси». Ой, она небольшая. Много лет назад я слышала этот хайп вокруг черных кувшинок. И, конечно, я не могла ее читать, потому что все вокруг ее читали. Я такое терпеть не могу. Мне нужно, чтобы прошло время. Мне нужно самой к этому прийти, дойти. Кстати, она очень-очень легкая. Книги «Мишель Бюсси» легкие. Так что с Россией могу себе позволить заказать, если что, в следующий раз. Вот. Знаю, что здесь про живопись. Девочка какая-то, которая, по-моему, пропала или что там с ней случилось. И здесь живопись. Очень серьезно вплетена в сюжет. И очень много нового можно узнать благодаря этой книжке. Так что будем знакомиться с новым автором. Так, еще у меня три книги, четыре книги. Ой, что-то там какие-то серые срезы вижу. Так, друзья, вот это вот видите, да, черненькую книжечку. Это тот самый эксперимент, который я тоже буду проходить с подругой. Ой, друзья. Так, дочка у меня все. Она сейчас уже разокричит. Какая красота, боже. Это Алая Вуаль. Смотрите. Шелби Мехерин. Это от автора бестселлера «Змеи и голубки». Я решила, что я хочу прочитать какую-то суперкрасивую, красочную книгу. И чтобы это было что-то новое для меня, какой-то новый жанр. Вот точно так же, как и... Смотрите, какая красота. Точно так же, как для меня было четвертое крыло. Я хочу познакомиться с каким-то новым миром. С какими-то новыми героями фэнтезийного пространства. Но чтобы это было, знаете так, отдыхающе. Не супер сложно. Потому что я только начинаю входить в этот мир. И чтобы это было, ну как минимум... О, все, я пошла. Как минимум хоть чуть-чуть страстно. Здесь у нас какие-то шассеры, охотницы, охотники и, естественно, вампиры. Какая-то вампирская новая сага «Любовь никогда не умрет». Я вам вставлю листалочки, покажу, как это все выглядит. Мрачный и захватывающий роман о вампирах, действие которого разворачивается во вселенной книги «Змеи и голубка». Я надеюсь, я не запутаюсь, потому что я не читала, естественно, «Змеи и голубку». И мне важно понимать, насколько я смогу в этот мир также погрузиться. Но книга очень красивая, просто великолепной красоты. Будем вот тоже в скором времени ее читать. Так, друзья, давайте скорее закругляться. Друзья, возвращаюсь, возвращаюсь. Триллеры-детективы. Ой, кстати, это мягкая обложка. Я даже не думала, что это будет мягкая обложка. Что здесь дальше? Это «Дом истории». А вот что, «Дом истории» у всех мягкие обложки? Это Алекс Марвуд «Страшная тайна». Ну, естественно, не могла пройти мимо. В электронке просто нет. Поэтому решила, что я ее все-таки куплю. Пропал ребенок. Очаровательная белокурая малышка Коко исчезла во время празднования юбилея своего отца. Поднялась шумиха, к поискам Коко привлекли всю страну. Девочку тогда так и не нашли. Прошло 12 лет, и старшая сестра Коко собирается на похороны отца. Там соберутся те же, кто присутствовал в турковую ночь. Каждый скрывает какую-то тайну, которая выплавит наружу. В общем, дом, ой, городочек с тайнами. Что же случилось с этой Коко на самом деле? 446 страничек. Я думаю, в скором времени прочитаем. Либо взять эту книжку на море и снять какой-то ролик с ней. В общем, будем смотреть. Еще. Ой, какая красота. Слушайте, смотрите. Ой, как она переливается. Как она блестит неожиданно. Ой, боже, какой шрифт, друзья. Ну, это просто любовь. Это мой любимый автор. Наверное, вы даже и сейчас первый раз о нем услышите. Я читала этого автора, когда еще был мой первый канал. Это Эрик Эммануэль Шмидт. Все его книги, они потрясающие. Они глубокие. Они очень такие, знаете, проработанные. И это книга о потере. Здесь, по-моему, автор пытался два с лишним года осознать и принять внезапную смерть женщины, которая родила его на свет. И на этих страницах он рассказывает о его долге счастья, затяжной и ожесточенной борьбе с печалью. И я думаю, эту книгу можно прочитать как раз таки всем тем, у кого тоже было горе в жизни. У кого кто, кто-то, если умирал, и, возможно, чем-то поможет эта книга отвлечься. Не знаю. И последняя книжечка еще в упаковке. Это мой любимый автор, Лорен Энн Уайт. «Самые темные дороги». Я не помню уже, это цикловая или не цикловая книга. Смотрите, какая она крутая. В плане формата даже. Вот, посмотрите, это азбука Эрика Эммануэль Шмидт. То есть, они по росту такие же, но это... Я даже не знаю, как описать ее. Нет, подождите, она чуть покороче. Она как будто вот как-то шире, что ли. Да, она вот пошире, и как-то она так классно в руке лежит, слушайте. Прям не знаю. Буду распаковывать, в общем, когда будет у меня время на мои вот эти вот рилсы-шорсы. Вот тут уже немножечко вскрыто. И покажу вам. Вот. Сейчас читаю книгу «Источник лжи». Так что буду знакомиться дальше с этим автором. Хочу все ее книжки. Если будет сейчас возможность, закажу, наверное, вот посмотрю, какой шрифт. И закажу в мягкой обложке из России. Потому что из России ко мне едет уже одна посылка. И еще я планирую как минимум две в этом году. Так что вот такие у меня получились книжечки. Я очень рада, несмотря на то, что меня развели как лоха в очередной раз с этими налогами. Я очень рада, что у меня новые книжечки. Очень хочется уже какую-нибудь начать. Потому что я закончила Диккера, наконец, своего любимого. И готова снова пуститься в эти бумажные приключения. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Побегу уже к дочке. Увидимся совсем скоро. Всем пока!